Все, кто встречал его хоть раз, считают, что Андаинг образец подлости и грязи, и даже его приятели зомби так считают. Андаинг блуждал вне пустошей служа Королевичу в надежде наконец-то обрести покой и быть принятым среди нежити. Пока часть последователей плети считают его неприятным типом, нельзя сбрасывать со счетов его возможности, среди которых возможность призвать самокопирующихся зомби, которые быстро распространяются как чума. Бесспорно, именно он может стать основой победы плети в ее завоеваниях раз и навсегда. Все боятся томбы, ничего делать не нужно, ничего делать не нужно, зомбики делают все дело, а осуждают такого зомби. Что ж, друзья, надеюсь вам понравилась такая небольшая вставочка. Сегодня у нас гайд, как вы поняли, на зомби, на вот этого флеш-голема, который может творить чудеса, как вы видели по вставочке. Ребят, две игры, как обычно, специально для вас, обязательно к просмотру, ребят. Ссылки внизу в описании, я еще не раз повторю игры с топ-тбшек на данном персонаже и просто красивые игры на вот этом замечательном бомже, над которым какие-то непонятные мухи летают. Ну ничего страшного, ребят, всем приятного просмотра и гоу смотреть гайд. Гоу, 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 ребят, гоу, летс гоу. Итак, друзья, первая способность на нашем зомбике будет, это дикей. Дикей позволяет у нас красть силу у наших оппонентов. А именно, смотрите, на каждом уровне будет у нас красться 4 единицы силы. Плюс наносится дэмэдж, в зависимости от уровня прокачки, дэмэдж у нас будет составлять 20, 60, 100 и 140 на четвертом левеле. Ну и время, длительность у нас вот этого бафа, так сказать, 40 секунд. 40 секунд. Касаемо колдаунов 10, 8, 6, 4 и монокосты 70, 90, 110 и 130 маны за одно применение. 4 секунды колдауна дикей, это очень на самом деле классная тема, потому что позволяет каждые 4 секунды у нас красть силу наших оппонентов. Ребят, также есть несколько нюансов, о которых я вам сейчас расскажу. Во-первых, какой есть нюанс на данном спеле? Это то, что ему идет аганим. И, соответственно, с покупкой аганима у нас дикей уже будет как раз 10 силы. Это очень сильный буст, я считаю, потому что 10 силы это уже много. Вот смотрите, я сейчас на энчандрс покастую и мы украли у нее всю силу, у нее остается одна сила. Но есть погрешность, что больше вот этой вот одной силы у нее, ну, то есть она у нее не уменьшится. Она у нее не уменьшится, эта сила, то есть ниже единицы у нее никогда силы-то не опустится. Но нам будет даваться, то есть смотрите, 90 стало. То есть у нее не снимается, но нам все равно дается. То есть это такая небольшая погрешность. Плюс, что еще нужно знать? Все мы знаем, что есть такой персонаж Мипа, у которого много клонов и, соответственно, казалось бы, блин, один дикий, это же сразу 40 силы. Да нифига подобного, посмотрите на это. 90 силы дало всего. Ой, 90 силы. Дало нам 10 силы за вот этих четырех Мипарей. Соответственно, о чем это говорит? Говорит о том, что крадется сила с одного. Но это тоже не так. Смотрите, просмотрим каждого Мипа. 51 сила. Смотрите. 41 у всех. У всех стало 41 сила. То есть, соответственно, снимает 40, но нам не дает 40. Правильно, это такой, в принципе, можно сказать, контрпик. Но есть тут еще такая особенность. Смотрите, 41 сила. Оп, сняли у него. У этих остается. То есть, тут такая тоже непонятная тема. То есть, вот опять 21. Оп, понимаю. А если мы это делать будем у основного? Смотрите. Смотрите. Если мы это будем делать у основного. Смотрите. Вот 51 сила. Да? У двух. У одного 21. Потому что я знаю. Оп, 41. Оп, 41. Понимаете, как это работает? Это работает очень бредово. Если мы будем у основного силу сосать, то и у клонов тоже она будет уменьшаться. Но если мы будем сосать силу у обычного Мипа, то есть, у призванного, то, к сожалению, как говорится, сосать силу, сосать. Вот. И, в принципе, вот такие небольшие вам фишечки по данному Дикей. Что еще нужно знать? Нельзя применить Дикей на БКБ, на Рейдж Найкса, допустим. Те, кто не восприимчивы к магиям, они, соответственно, не смогут никак получить вот этот минус, минус хитпоинты. И что еще нужно знать? Один Дикей, вот, допустим, с Аганимом Дикей 1, то есть, отнимает 10 сил и будет давать нам 190 хитпоинтов. И без Аганима будет давать нам 76 хитпоинтов. Также есть такая особенность, что, умирая зомби, теряет весь этот бонус, но этот бонус, который мы получили с наших оппонентов, он на них остается, если они еще живые. То есть, допустим, в драке мы настягивали силу, у нас убили такие, но с них этот баф не скидывается. То есть, они будут бегать, пока не пройдет время. Вот это. Что еще нужно знать? Касаемо, смотрите, казалось бы, то есть, у нас хитпоинты увеличиваются, правильно? Соответственно, это, типа, будет якобы считаться хилом, наверное, да? То есть, если на нас кинет аппарат Ice Blast свой, то, соответственно, казалось бы, мы не должны поднимать себе здоровье, да, с получения силы. Но, не тут-то было. Мы будем поднимать это здоровье, но тем самым мы увеличим порог, порог Ice Blast, чтобы нас ластхитил на лоу-хп. То есть, как бы, это не будет считаться хилом, а поднятие просто здоровьем будет. То есть, ну, соответственно, не знаю, профитно или не профитно будет конкретно кастовать DK во время того, как на нас накинули Ice Blast, но, наверное, все равно будет профитно, потому что мы все же снимаем силу уэнами, и, соответственно, легче будет вот эту всю тему делать. И, в принципе, все по DK, по кдшкам рассказал, в принципе, по ауешке, ауешка очень большая, дистанция у нас составляет 625 единиц, ну, в принципе, приятный спел, я считаю, и калдаун очень жесткий, и, соответственно, с покупкой Актарина будет, когда кдшится у нас намного приятнее, вся эта тема, и, в принципе, все, слишком много я рассказываю о DK, но это фишки, которые нужно, в принципе, знать по данному персонажу. В принципе, все. Все, поехали смотреть второй спел. Итак, друзья, вторая способность на нашем персонаже, у Дирга, это у нас Сол Рип. Сол Рип очень тяжелый спел, будет в понимании, именно в теории. На практике все довольно-таки просто. Я вам сейчас постараюсь объяснить сначала, в принципе, что это за спел и как его можно использовать. Давайте сейчас вот так вот сделаем LVLAB25, только почему-то у меня на мифа у меня от носа, и создадим вот этих клонов, вот так вот поставим еще раз, и поехала. Смотрите, уф, в зависимости от уровня прокачки у нас будет сниматься здоровье с каких-то либо юнитов, которые будут у нас в расстоянии 1300 от зомби. То есть, смотрите, 1300 расстояние от зомбаря, в видимости. Также это вот так вот она будет у нас такая огромная АУЕшка, да, на зомбике. То есть, в расстоянии в этом 1300 будет сниматься количество хитпоинтов, в зависимости от уровня прокачки. То есть, смотрите, давайте на первом левеле разберем 10 юнитов, 18 дэмэджа, 12 юнитов, 22 дэмэджа, 14 юнитов, 26 дэмэджа и 16 юнитов, 30 дэмэджа. В зависимости от этой будет сниматься с союзных или с энэми, или с крипов, или с нейтралов, будет сниматься у нас какое-то количество здоровья, а именно 18, 22, 26, 30 и вливаться в того, в кого мы таргетно нажмем. То есть, смотрите, если мы нажмем на союзника, его захилит, если мы нажмем на энэми, его продамажит. Соответственно, продамажит от количества юнитов, то есть максимального количества юнитов 10, 12, 14 или 16. То есть, смотрите, получается, собирается всех и вливается в кого-то, в союзника или в энэми. Союзников хилит, энэми дамажит. Все просто. В 1300 АОЕ со всех собирает. Нельзя будет убить энэми, используя этот спелл, если у него отнимется вот эти самые, смотрите, я прокачаю на двоечку, 22 хп сейчас будет сниматься с энэми, смотрите, оп, 22 хп ушли. Да? То есть, понимаете, вот этим дэмэджем, который мы наносим, энэми, то есть, это по сути не дэмэдж, это, так сказать, теряние хитпоинтов просто. И смотрите, то есть, допустим, вот крипчики пробегают, мы, опа, продамажили нашего мипаря. То есть, соответственно, 1300 АОЕшка дает АСП за знать и вот такой вот, ну, мини-тестик. Возвращаемся. Вот этот дэмэдж, ну, вот эти хитпоинты, которые снимаются при переливании, ими убить нельзя. То есть, соответственно, если у энэми 1 хп, и там, сколько, на нолст-левеле 30 хп снимается, его не убьет. Он просто эти 30 хп якобы отдаст. То есть, как было в первом тесте, сила дается, но сила не снимается, примерно будет так же. Что у нас еще стоит знать? Касаемо калдауна в 24, 18, 12 и 6 секунд. 6 секунд калдауна очень маленькие калдауны. Плюс монокосты 100, 110, 120 и 130. Что еще нужно знать? Конкретно, смотрите, максимальное количество хитпоинтов задамажить или захилить, сколько мы можем с максимального количества вот этих крипов. То есть, 16 юнитов, 16 юнитов рандомных. Если, допустим, юнитов будет больше, то с каких-то вот этих рандомных 16 юнитов будет считываться вот этот дэмэдж и перевиваться в кого-то по нашему, так сказать, зову. И, соответственно, сколько захилит и сколько задамажит. Смотрите, будет все равно, иди именно так. 180, 264, 364 и 480 единиц. Именно. Либо задамажить, либо захилить. Все довольно-таки просто. А также хил у нас не будет или дэмэдж считываться с зомбиков. Это такая, я не знаю, мне кажется, это погрешность, потому что все же зомбиков, как бы тут страта такая, зомбиков много и, соответственно, можно было бы очень сильно много вливать дэмэджи. И, как бы вот, ну вот такая тема. И что нужно знать? Сол рип у нас позволяет захилить томбу. Томба тут переработана, у томба не имеет хитпоинтов, она имеет как яйцо феникса, соответственно. То есть у томбы есть тут уже количество ударов, и, соответственно, добитие томбы через определенное количество ударов. И у нас сол рип будет хилить. В зависимости от уровня прокачки, будет хилить томбу. Неважно, сколько юнитов, просто ты нажимаешь, и оно будет хилить на первом левеле 2, на втором 4, на третьем 6 и на четвертом 8 единиц здоровья. То есть, ну, 8 тычек получается, да? Правильно. Вот. И, в принципе, все. Но нельзя будет захиливать другие варды, допустим. Только томбу можно будет хилить. Томбу из союзников. И дамажит. В принципе, все. И смотрите, что нам еще нужно знать. Не можем мы направить этот спелл в БКБ. То есть, соответственно, если энеми в БКБшке, то ничего мы не сделаем. То есть мы на него даже направить не сможем. Но с него, кстати, хитпойнты слетят. Допустим, если мы вот так вот сделаем. То есть, если будет БКБ, с него 30 хп вот эти и улетят. То есть, ну, такая тоже мини-тема. И, соответственно, линка полностью блочит эту тему. То есть, допустим, если таргетно на кого-то мы будем направлять соло рип, то на него ничего не вылетит хп, ни с кого не снимется этот 30 хп. И, соответственно, ему не надамажится вот эта тема. Если у нас союзник в БКБ, то на него мы сможем направить, соответственно, наш спелл. Даже, допустим, если это будет рипл. Просто, ну, вот рипл почему-то, да, вот нельзя. Смотрите. А БКБ. БКБ минус итем. Блацк. 120. Смотрите, по идее, вот так вот можно будет. А, почему-то нельзя. Оно написано, что можно. На самом деле, вот блин. Как вот делать тест? Смотрите, нельзя применить к врагам с иммунитетом. Но они не учитываются при по счете урольничестве. Частизна проходит сквозь иммунитет заклинания. Можно применять на союзников с иммунитетом к заклинаниям. Нельзя, нельзя. Вот я не знаю. Вот когда пишешь гайды, все сидишь и проверяешь. Потому что на сайте написано одно, а в гайде совсем по-другому. То есть, получается, нельзя хилить союзников, которые находятся в Блокинг-баре. Ребят, только что я это опроверг. А, смотрите гайды. Все. И не читайте ничего на сайте. На сайте Айкапа, кстати, вся информация берется. И, причем, некоторая информация реально бредовая. Потому что она просто не соответствует тому, что я вижу конкретно здесь. Но тут мапа 314, как бы, ну, я не знаю. То есть, вот такая вот фишка. И что конкретно у нас еще нужно знать? В принципе, дальность применения у нас 750. То есть, соответственно, 750 рейнджа мы можем, то есть, закастовать вот так вот. И, исходя отсюда, от нашего тела, 1400 АОЕ, вот с этих 1400 будет считываться аж вот сюда. То есть, понимаете? То есть, как это будет? То есть, тут рейндж получается, сколько уже? 750 плюс 1300, 1800 рейнджа. С 1800 рейнджа мы сможем кого-то даже захилить или продамажить. Это довольно-таки очень жирно. То есть, смотрите, допустим. Ну, как-то вот, блин, не достал. Ну, то есть, это очень грубая тема. То есть, именно исчисляется от зомбаря. Ну, и, в принципе, все. И, в принципе, все конкретно этой способности. Я вам вроде все рассказал. И, то есть, запомните, можно продамажить, можно захилить, ребят. Все, погнали на третий спелл. Томба тоже очень интересный спелл. В принципе, поехали. Итак, друзья, следующий спелл на нашем персонаже это Томба. Томба у нас такой прикольный спелл, на самом деле, который позволяет выиграть ранние файты. А именно, на седьмом уровне, если, допустим, мы замаксим эту Томбу, это будет очень сильное преимущество в драках. Смотрите, в чем вообще смысл данной темы. Опять-таки, теории тут очень много, но на практике все просто. Смотрите, нужно запомнить некоторые моменты. А именно, смотрите, Томбу, когда мы ставим, появляется такое надгробие. В АОЕ-шке 300 сносит все деревья, куда бы мы эту Томбу не поставили. Она, в принципе, везде у нас залезет. И что она у нас будет давать? Смотрите, по уровню прокачки у нас тут все довольно-таки просто. У нас будет увеличиться расстояние от Томбы, в котором будут у нас появляться зомбики. То есть, допустим, это будет 600 на первом левеле, 800 на втором, 1000 на третьем и 1200 рейнджи, в котором у нас будут появляться зомбики. Потом, смотрите, длительность Томбы у нас также меняется. 15, 20, 25, 30 секунд. И у нас количество хитпоинтов тут тоже у нас написано. Но, насколько я знаю, у Томбы уже тут хитпоинты эти не учитываются. Идут именно тычки для того, чтобы ее разбить. То есть, допустим, проверим. Давайте попросим мипаря. Вот 2, 1, 3. Все, 3 тычки. То есть, на первом левеле 3 тычки живет у нас Томба. И, соответственно, это правильно. На втором, смотрите, как у нас будет жить Томба. По тычкам. Нужно Томбе для того, чтобы ее разрушить. Нужно 3, 4, 5 и 7 тычек, чтобы разрушить Томбу. То есть, 7 тычек для того, чтобы на ласт левеле разбить Томбу. Да, можно сказать, это такой жесткий фикс данного спелла. Но, как видите, тут написано просто 400 хитпоинтов. Тут это уже, к сожалению, не актуальная информация. Я считаю, что это просто не поменяет. И у нас тут еще, смотрите, всякие разные процентовки. Плюс длительность. Я сказал, монокосты 120, 130, 140, 150 и колдаун 60 тоже я сказал. Смотрите, в общем, интервал появления зомби есть у нас. Когда мы ставим Томбу, давайте LVL сделаем 25. Минус L25. Вот так вот сделаем. У нас 25 LVL. Докачаем Томбу. Этим тоже 25. Тоже 25. И, соответственно, ставим Томбу. Появляются у нас зомби. Интервал появления зомби у нас 3 секунды. Для того, чтобы убить зомби, достаточно ему дать 1 тычку. Опять-таки, на сайте Айкапа написано, что 2 тычки нужно зомбику. Зомбики у нас такие, что они, видите, они накладывают какой-то яд. Об этом яде мы поговорим чуть-чуть позже. Зомбики не появляются, если у нас имеются тут такие моменты. Зомбики у нас не появляются. Боже, я не могу выделить мне порядок. Посмотрите, как они настакали, видите, и зажглись зомби. То есть это тоже одна из способностей зомбарей, которая у нас есть. Зомбики не появляются в том случае, если, допустим, наш какой-то enemy оппонент, он находится в инвизе. То есть, соответственно, в инвизе его, естественно, не видят. Зомбики пойдут за enemy в том случае, если он, допустим, ушел, допустим, в туман войны, зомбик за ним побежит, ему все равно. Если какой-то персонаж, допустим, ушел куда-то, допустим, в инвиз, зомбик постоит, потупит и может, в принципе, переключиться. Но на сайте iCup, опять-таки, написано, что он должен, тот зомбик, умереть. То есть тут, как бы, я точно не помню, я помню, что они переключались, по-моему. То есть он раз-раз, он, хоп, переключался зомбиками, и мы управлять не можем, в принципе. Также, смотрите, что у нас еще есть. Про деревья я сказал, зомбики у нас еще могут, в принципе, ускоряться по attack speed, по movement speed, в случае, если будут какие-то рядом ауры. Но вот аура, хоу, люкантропа, она не будет действовать на этих зомбарей, то есть, соответственно, хоу у нас увеличивает damage с руки. Соответственно, это не будет действовать. По томбе, что нужно знать? Во-первых, за то, что мы разрушим томбу, у нас будет даваться награда. Все мы, в принципе, знаем об этой награде. У нас количество денежек будет составлять 75, 100, 125 и 150 золота. И опыт, соответственно, 44, но об опыте, в принципе, тут речи нет, извиняюсь, ребят. Вот, и, в принципе, броня на томбе 5. И длительный, ну, в принципе, обзор у нее хороший, то есть она как вард ставится, то есть ты ее поставил, соответственно, у тебя тут обзор такой, ну, здоровенский становится. Смотрите, 1800 обзор, как у варда, в принципе, и вот этим тоже такой бонус. Касаемо зомбарей. У зомбиков есть вот такой вот спелл, плюс зомбики имеют свою определенную атаку, то есть о них мы сейчас тоже будем отдельно разговаривать. То есть по томбе я вам, в принципе, все основные азы рассказал. То есть тут написано 35% процентовочка, эта процентовочка будет уже относиться непосредственно к зомбикам. То есть, видите, тут 7% и 35% что-то, то есть это мы сейчас будем тоже обсуждать вот эту тему. Соответственно, по томбе все, длительность прокачки, то есть томбу желательно нужно максить, ребят. Очень сильный спелл. И по монокостам 120, 140, 140, 150 маны я, по-моему, уже сказал. Ребят, гоу смотреть непосредственно зомбика. Сейчас разберем его, именно силу зомбика, плюс его вот эти процентовочки. Итак, друзья, возвращаемся к нашему зомбику, создаем, вот здесь вот ставим томбу, рушим дерево и смотрим, что же у нас тут будет происходить. Зомбики появляются, зомбики усиливаются, что-то у зомбиков хорошо. И самая главная вот эта фишка, о чем говорилось в принципе, что зомбику одному от крипов требуется нанести две тычки. То есть, соответственно, зомбик у нас от героя падает за одну тычку, а от крипов за две. Плюс, смотрите, у нас зомбики усиливаются, да, видите, тут они спокойно обычно бьют, обычно просто бьют, а вот тут они били очень быстро. От чего это зависит? То есть, видели, он немного на зомбик забустился, смотрите. То есть, смотрите, видите, они бустятся, то есть они быстрее бегают, они быстрее бьют, и то есть накладывают еще какую-то тему. От чего это зависит? Смотрите, тут на томбе толком ничего не написано, тут написано 35%, что-то 7%. Да, тут в принципе все по инглишу, все в принципе расписано, но какие нюансы нужно знать? Во-первых, зомбики начинают лупить больнее, если у энеми хитпоинтов меньше, чем определенное количество. Есть фиксированное, а есть процентовка. Смотрите, фиксированное здоровье энеми, именно героев, крипов, неважно, должно быть, чтобы усилить зомби. То есть, давайте будем называть это усиление порог, усиление зомби. То есть, если у вас крип, у которого всего 100 хп, то по нему зомбик всегда будет усиленно долбить. Урон зомбика у нас составляет 31-39 по демеджу. Демедж, почему-то у него там дальняя атака, если честно. Я сейчас не вкурю, хотя он ближний бой. Далее, что нам нужно знать? Обзор ночью у одного зомбика 1400, да, почти как у Варда. У Варда 1000 типа как у Томбы на 1800, но не суть. Смотрите, для того, чтобы зомбики были намного сильнее, чтобы они били сильнее, им нужны вот эти хитпоинты, вот этот порог. Процентовка плюс определенные границы здоровья, энеми. Крипа или героя, в принципе. Смотрите, 100, 200, 300, 400 хитпоинтов. Если у энеми 400 хитпоинтов, то крипы, именно крипы-зомбики, они будут бить сильнее. Они будут ускорены. То есть, у них будет в два раза больше movement speed и скорость, соответственно. Плюс также процентовочка есть. У нас на первом левеле 20, 25, на втором, на третьем 30 и на четвертом 35 процентов. Именно процентов, недостающих хитпоинтов у энеми героя, для того, чтобы активировать вот эту вот силу вот этих вот зомбиков. Ну и, соответственно, замедление от одного зомбика у нас будет 7 процентов на 2,5 секунды. То есть, соответственно, все мы знаем, если зомбика вовремя не убивать, они стакаются. Через определенное время они появляются, они стакаются, стакаются. И ты перестаешь двигаться в драке, и они начинают очень больно долбить, когда у тебя мало хп. Они начинают бить тебя еще сильнее. Вот, соответственно, вот такой вот спелл. Вот, касаемо пассивки зомбарей, вот эта именно пассивка, которая активируется, она называется Dead Last. Типа, да, вот она активируется, именно в зависимости от того, если у энеми нету здоровья уже, то они начинают активироваться. Вот, смотрите, он типа, вот типа он чувствует, что энеми, то есть, дохнет и начинает уже лупить сильнее. То есть, понимаете, как это работает? Вот, и, в принципе, что нужно знать о данном спелле. Вот, только вот это и знать, в принципе, что чем меньше здоровья у энеми, тем, соответственно, сильнее будут и страшнее будут зомбики. Также эти зомбики, в принципе, не восприимчивы к магии, то есть, спелл иммунити, и, соответственно, могут, ну, переживать этот демэж в зависимости от того, что, ну, то есть, там написано, то есть, снижение урона по зомбикам. То есть, они имеют именно, так сказать, тычечную основу, то есть, их нельзя, там, допустим, если у тебя там тысяча урона, допустим, если ты крип, который у тысячи урона, ты его быстрее, чем за две тычки не убьешь, потому что это механика. И, в принципе, вот это все. Эти замедления все складывается, зомбики у нас выходят, все вот это долбится, ребят, и, в принципе, что касаемо этой темы, я, в принципе, все вам уже рассказал. Но зомбики начинают быстрее бить, если у энеми мало здоровья, если меньше 35% хитмойт, и, соответственно, эта вся тема складывается. Ну, и вот это замедление зомбиков, оно не считается, как какой-то орб-эффект, то есть, соответственно, оно может складываться и с другими замедлениями, то есть, тут тоже. И также еще проходит это через БКБшки, то есть, если, допустим, энеми в БКБ и крипа, его вот эти зомбики лупят, плевать, как бы, и, в принципе, это все. Ну, и, соответственно, вот это замедление, которое наносит зомбик, его можно развеять, то есть, будь то юл, там, дифуз, то есть, ну, в принципе, все так просто. В принципе, все, ребят, по томбе, томба, очень полезный спелл, я, опять-таки, повторюсь, и гоус смотреть уже ультимативную, тоже не менее интересный спелл, несмотря на то, что с агонимом он тут не улучшается. Поехали. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это у нас такой флеш-голем, который по нажатию мы активируем вот такого вот персонажа, у нас поменялась форма данного персонажа, и что-то происходит, видите, какая-то аура вроде появляется, да, это действительно у нас появляется аура, в радиусе 750 мы начинаем заражать своих оппонентов. Смотрите, на мипо, смотрите, один стак, второй появляется, третий, в зависимости от расстояния будут появляться стаки вот эти, да, видите, чем ближе, тем больше стаков. А сейчас максимальный стак у нас идет, соответственно, по данному персонажу, по мипо, идет замедление очень большое, то есть, чем ближе персонажи к зомби, тем сильнее на них накладывается замедление. Ну, и плюс еще, тут идет такая тема. Все мы знаем, что ультимейт зомби это амплификация урона. Что такое амплификация урона, я вам сейчас напомню. Амплификация это получение всего демеджа, оно идет увеличенное на определенный процент, в зависимости от уровня прокачки. Конкретно, смотрите, 20 на первом, на втором 25, на третьем 30%, на 30% больше урона мы будем получать. Но тут есть условия. Если близко к зомби находится, то будет работать ультимейт намного сильнее. Чем дальше энеми стоит, тем меньше по нему будет амплификация. То есть, соответственно, чем ближе к зомбику, тем, так сказать, будет больнее получение урона по всем персонажам, которые находятся рядом с зомбарем. Также, что у нас стоит знать, смотрите, минимальное увеличение именно урона у нас будет составлять 1%, и, соответственно, чем ближе будет находиться наш энеми игрок, тем сильнее по нему будет идти амплификация. Ну, то есть, получается, нестабильная всегда эта амплификация, она всегда варьируется, как видите, вот стаки появляются, стаки уменьшаются. Соответственно, вот такая вот тема. Длительность у нас ультимейта 30 секунд идет у нас также еще тут хилл, который будет у нас вешаться на персонажа в случае, если кто-то будет умирать в радиусе этой вот самой вот ауры. То есть, неважно, кто его добьет, будет добит он одним героем, другим, неважно. То есть, будет у нас тут идти отхилл, то есть, допустим, если кто-то рядом у нас умирает, то есть, допустим, если у нас умрет мипа, то полетит такой черепок, и он будет хилить нашего персонажа. А будет хилить за смерть героя 6%, а за лечение крипа будет лечить нас на 2%. Тут, на самом деле, на сайте написано, что будет лечение от максимального здоровья зомбика, но я помню, насколько было типа, что вот, допустим, от здоровья именно энеми будет хилиться наш персонаж. То есть, тут тоже нужно проверять, не знаю, буду ли я это проверять или нет, но я, скорее всего, сделаю все же какую-то проверку, чтобы так сказать. Ну, на сайте iCup надо все проверять, там информация вся некорректная, и, ну, не вся, конечно, чтобы админами не закидали какашками. То есть, она не вся, но частично она некорректна. То есть, вот такая вот тема, конкретно по ультимейту. Плюс, что нам нужно знать? Вот эта вся тема, амплификация, она у нас будет проходить через БКБ, как написано. Также у нас, если у нас будет манта, то есть, соответственно, мы юзаем ультимейт и юзаем форму, то есть юзанули форму, юзаем иллюзии, то, соответственно, появляются у нас иллюзии в форме. Но, как только у нас кончается ультимейт, так же иллюзии кончается ультимейт, чтобы не было такого абуза, так сказать. Абуза вот этого нашего ультимейта. Ну и, в принципе, все по этой теме. Как бы форма, форма есть форма, да, то есть, ее можно снять думом, насколько вы знаете. То есть, дум накидывается, форма падает, но нужно для этого дума иметь третий уровень ультимейта плюс аганим. Ну и, соответственно, все. То есть, амплификация, замедление и хил по зомбику. То есть, в теории все просто. Создается форма, начинается жесткая вот эта долбежка. Убиваем энеми и, соответственно, захиливаемся от того, что энеми все умирают. Плюс накладываем замедление нашим энеми оппонентам. В принципе, все по данному персонажу. Максимальное замедление у нас, я не сказал, будет составлять 20%. То есть, соответственно, чем ближе энеми к нам, тем, соответственно, больше его замедляет. Чем дальше, тем, соответственно, меньше. Ну, вот так вот работает ультимейт. То есть, зомбику в теории нужно ставить тумбу, бежать и просто бежать на всех. Там просто рвать, кулаками бить. И в радиусе 200 будет действовать самая максимальная амплификация и самое максимальное замедление. Ребят, в общем, по данному персонажу, я надеюсь, смог хоть как-то приблизить вас к пониманию, что вообще представляет сам по себе этот персонаж. Да, очень много теории, очень много, ребят, тоже. И некоторые нюансы, которые я тоже, в принципе, узнал сегодня. Единственное, нужно будет проверить нюанс по хилу. Я его сейчас проверю, соответственно, вставлю. И, то есть, в принципе, все. В теории сложный персонаж. На практике очень легко, очень легко, ребят. В принципе, я думаю, сделаем две игры, сделаем core gaming и sub gaming. Не знаю, на sub gaming вам не заходит, я это точно знаю, ребят. И, соответственно, ну, будем смотреть. Ребят, всем приятного просмотра. Надеюсь, вам вот этот гайд понравится. Потому что я старался, очень много времени это все занимает. Я уже, наверное, часа три вот это сижу, все разбираю. Реально, это только теория. Не говоря уже о том, что мне нужно будет написать практику на данном персонаже, а именно конкретно геймплей. И постараться вам показать хорошие игры, чтобы вам понравилось. Ребят, в общем, кто не подписан, подписывайтесь. Кто не пролайкал, лайкайте. И напишите обязательно хороший, поддерживающий коммент, ребят. И буду вам очень благодарен. Все, go смотреть гайд. Всем спасибо. Начинается. Начинается. Не он, не он. Все, пошло дело. Так, ребят. Три подписчика в игре. Это оверплох. Оверплох. Ну, ничего, мы справимся. Свой мид хочет. Го, я встану. Так, ребят. В общем, в чем, какой смысл? Будет две игры. И слом бро. Значит, такая тема. Все, SF идет изи. Хорошо. Так, есть. Куру. Куру я брать не буду. Кто у меня на миды пойдет, пока непонятно. Куру бы взять. Куру возьмете. Фантом Ланцер. О, Фантом Ланцер. Это, конечно, жестко. Что, Фантом тут, конечно? Слушайте, ну, можно будет. Не знаю, можно по рофлу собраться в кора. Сайкред Вориор. Печальное обновление у вас тоже было? Было. Конечно, было. Так, ладно. Самые приятные звуки доты, это... Звуки зомбика. Вот так вот, короче. Блин, печалька лагать начинает. Чел. Го. Вот так вот. Такой затар, пойдем на мидлайн. Но если там будет хускар, будет овер тяжело. Будет овер тяжело. Но, ничего страшного. Думаю, справимся. Так, в общем, Куру... Куру чуть позже возьмем тогда, если что, возьму. Если не хотят брать. Гоу, гоу, гоу. Там хускары. Вообще, плевать на хускаров. Гоу. Нифига бояться. Печалька, что лагает, чел. Но если даже ливнет, пофиг. Главное, так сказать, подблочивать. Хорошо. Раз. О, спасибо за подписочку. Все, ушел на центральную. Пойдет. Нормально. Так сказать, сделали дело. Можем гулять смело. Гоу. Топоридзе. Хорошо. Хорошо. Тут такая идет дилемма. А что прокачивать на ферстах? Ну, вообще, макси томбу желательно на ганг. Оу, я мидлейн, братишка. Спасибо. Не надо забирать мне тут крипов. Да. Тут крипов у меня забирать не нужно. В общем, будем качать томбу. 1-3 будем делать, ребят. 1-3 будем делать. Рип качать. Ну, на раз желательно взять, конечно, потому что сол-рип это 480. С 16 юнитов, как-никак. И, соответственно, пренебрегать таким бонусом не хотелось бы, ребят. Во что мы будем тут собираться? Скорее всего, пойдем в Мидас. И будем кайфовать. Так, захват все нормально стоит. Отлично. Будем кайфовать. Хорошо. Чуть можно подамажить парня. Чтобы, так сказать, медом не казалось. Но тут можно, кстати, ухукануться. Или нет? Не можно. Нормально. Самое в чем фишка, ребят, когда стягиваете силу, желательно не хапать дэмэдж. Потому что, когда у вас сила будет возвращаться обратно, то есть, ну, спадать. Соответственно, у вас будет очень сильно хп проседать. Это очень такой неприятный минус на самом... Это минус. Это реально минус, потому что вы можете умереть. Тупо подохнуть. И все. И вам ничего не поможет. Слушайте, на самом деле хочу соло-рип качнуть на раз. Вот просто под хил лишний раз это... Оу. Гоу. Стоят? Или нет? Гоу. Потом бубь ставлю. Силой не попадаю. Ничего страшного. Вот этого пацана должен забирать. Хорошо. Так сказать. Зомбик, давай работай. Вот так вот сделаем. Пойдет. Хороший, в принципе, ганг. Ну, такое. Можно сказать... АИСФ умер там, да? Печалька. Ну, шо ганганул, шо не ганганул, непонятно. Такое получается. Но смысл в том, что хорошая реализация хейста. То есть мы пошли, в принципе, забрали одного энеми. Но тут минус мана. Тоже. Но все равно плюс экспа, плюс золотишко, так сказать. Нормально. Нормально. Пойдет. Могло быть и хуже. Хуже, когда ты идешь ганг, тратишь экспу, тратишь время. И... У тебя забирают этот фраг. Соответственно, ты такой, блин, ну на хрена я приходил вообще просто юслесно. Но на самом деле помочь Кору, да, помочь Кору, это святое дело. Ребят, кстати, хочу сделать для вас видосик, как нужно именно... Как нужно саппортить правильно. Ну, не знаю, саппортить никому не нравится. Саппорт игры никому, ребят, не нравится. Поэтому не знаю, имеет ли смысл делать эти игры. Ой, игры этот гайд. То есть если это никому не интересно, как правильно саппортить. То есть по ролям. Видосик по ролям именно хочу сделать. То есть, как правильно, какой роли придерживаться, что делать, соответственно, ну, то есть, именно по позиционкам. Что должен делать, допустим, мидер, что должен делать сапор, что должен делать кор, что должен делать хардланер. Основные азы, азы, так сказать, линий, ребят. Как думаете, зайдет такой видосик? В комментариях напишите, это будет первая игра. Первая игра, тут в коргейминг уйдем. Тут в коргейминг уйдем. Так сказать. Форму зажжем. Не, ну тут провал. Провал тотал. Печально. Нет, ну ни одного крипа не могу добить. Дэмэджом он больше становится, плюс еще дэмэдж. Давай, давай, все. Спасибо. Молодец. Хорошо. Отлично. Ну, мог убить, мог убить на миде Пуджа. Ребят, но, опять-таки, смотрите, я делаю гайд. И, соответственно, не стоит делать так, как я, а именно. Идти на мид зомбиков. Зомбик это... Ну, можно фаново. То есть, если вы несерьезно настроены на игру, то есть, фаново можно это сделать. Пойти, так сказать, с зомбарем на мидлейн. Подушить немножко по фану, так сказать, и покайфовать просто. Покайфовать в игре просто, ну, пофаниться. Собрать медас, выйти там в какие-то айтемы и душить. То есть, да, можно так сделать по фану. Можно сделать по фану. Можно... Ну, вообще, этот герой сам по себе, это отличный саб. Один из лучших агрессоров. То есть, ставится томба просто и поехала. И все. Томба поставилась и поехала вот это все делать. То есть, это один из лучших агрессоров данный персонаж. Ставится просто томба, все боятся, убегают. То есть, я оставлю ссылки внизу в описании. Игр стоп тбшек. Игр в правильном именно направлении на данном персонаже. Ребята, обязательно посмотрите, это именно будет правильная игра на этом герое. Но тут будет две игры. И я еще... Я сыграю так, как надо играть на зомбике. Именно пойду сапа. Но сапа никому не интересно. Но на саппортинге именно поприкольнее игра будет, я считаю. И обязательно, как бы... Божечки, сейчас, секунду. И обязательно смысл такой, что... Нет. Нет. Можно Роденц, если честно, бахнуть. Роденц тоже неплохой артефакт. На этот персонаж. И, соответственно, посмотрите, как правильно на этом герое играть. Что на нем делать. Вообще, в принципе. Сейчас томбу замакшу и пойду. Набить. Даблкил делает там. Кто у нас? Путш. Молодец. Пойдет. Но надо завардить, пацанов. Но я, если честно, вардить не очень хочу. Так, минас закидываю. И тпшечку бы на топ. Было бы экселент. Ну, гоу, попробуем задушить. Томбу поставим. Просто там минус 2, минус 3 может сделается. О, если они сейчас еще крипа будут стоять, то вообще экселент будет. Вообще экселент. Вот сюда томбу. Срочно. Давайте, зомбики, работайте. Зомбики работают. Смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Все боятся. Все боятся томбы. Ничего делать не нужно. Ничего делать не нужно. Зомбики делают все дело. Осуждают такого зомби. Ой, 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 ой. Боже, ну это вставочка отличная будет просто. Просто отличная вставочка. И это просто отличная вставочка будет. Господи, это жесть, конечно. Прошло уж столько лет. А я вспоминаю. Торрент. Корабль сейчас будет еще. Он еще замахнулся еще. Корабль сейчас кинем. Надо попытаться его заласхитить сейчас. И корабль на себя принять. Ладно, хрен с ним. Дэмэдж с корабля. Эх, не добил. Но умерся. Пойдет. Гоу Радиенс, ребят. Риле. Почему нет? Радиенс, это круто. Коргейминг. Окей, Гоу Радиенс. А почему нет? Будет дэмэдж и уйдем вообще в тотальный кинь и жесткий артефакт. Гоу, вот так вот. Гоу, вот так вот. Так, ну у нас минус кор, это понятно? Гоу, вот так сделаем. Но это с интернетом проблемы. Как чел говорил, типа, вот что-то обновление вышло. Что-то лагает. Но это у него интернет лагает. Именно. Это и так понятно. Это не Айкап, братан. Это у тебя интернет. Держи в курсе. Пошечки так. Вот так вот сделаем. Что-то среднее. Подгоним пацану. И сейчас мана и поехала. Хорошо. Все есть. Отлично. Так, корабль. Смотрите, фиссуры. Я там не буду ТП делать. Там не заберут его, пойду. Кристалл мне достанет. А, ну так достанут. Гоу, радиенс, ребят. Вижу потенциал в радиенсе тут на самом деле. Потому что будет возможность именно внесения хорошего дэмэджа. Будем тупо в кору уходить. Почему нет? Уф. Ну душат, душат пацаны. Страшно становится. Лучше отойдем. Гоу, еще ману закинем. Хорошо. Отлично. Понятно. Гоу. Трика есть. Но эти трика на самом деле сейчас ничего не значат вообще в принципе. То есть я голый как ходил, так и хожу голый. У них варш что ли стоит? Не поверю. Гоу сюда. Не попадает первым лоу. Но догонит смерть. Не догонит, не смерть. Давай, давай. Там кунка уже. Какой смысл? Там кунка. Тарантино корабли, но до свидания. Вот я про это и говорю. Надо фармить. Я тут, я не буду подставляться. Тут пацаны правильно, кнопки жму. Молодцы. Гоу на топ. На топ. Хорошо тут будет сейчас. Чпоньк. Раз крипочек, два крипочек. Ну не дает крипочка тут. Главная задача это зарудить крипа фиссурой. Фиссура не для того, чтобы отзонить там, допустим, энеми, а именно заблочить, так сказать, подход к крипу и, в общем-то, крипа, чтоб не добил никто. Так, некр подходит, начинает хилить. 3600 на кармане. Окей, понимаю. Надо хилиться. Ну, буду драться тут, как мужчина. Хорошо. Нету маны. Когда там будет солрип? Эх. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Ну, томба замакшенная, очень жесткая. Но там если накинуться, там потычки скидываются и все. Там томба не живет. 11 секунд до Мидаса. Гоу, закинем. Там пушдаггер что ли уже? Форс. Хорошо. 4 секунды. Солрип, хорошая вещь. Позволит очень жестко сейвить томбу. Одинка остается. Так, не одинк. 200 монет и есть радиенс. И нужно будет как-то уплотниться, потому что там пуш и не хочу с комбинацией умирать. Давай, 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 работай. Легион, ультимейт дайджест. Ты что? Ты что? Не доконтривает, видно, немножко переживает парень. Ульт дай, ульт дай. Ульт дай. Ой-ой-ой, ну как же долго. Долго, долго, пацан. Очень долго, парень, думай. Долго, думай. Долго думай, парень. Так, почти есть. Пуш, молодец, там. Попадает хуком. Так, соточка. Соточка остается. Но тут как бы проблема в том, если меня с моим радиенсом поймают, то как бы я ничего им не предъявлю. Типа, по факту, меня как бомжа сольют. Просто и все. Поэтому нужно уплотняться. А что пойдет нам в уплотнение, это, я думаю, худ надо будет собрать. И что-то такое, потому что... Ну, я не знаю. Надо просто, наверное. Хрен узнаю. Сейчас вот эту добью к роботу. 50 копеек. Есть. Есть радиенс. Хорошо. Ну, 14-ая минута, такой себе тайминг радиенса. Хотя в стандарте 12-ая минута это радиенс. И надо что делать? Надо файтиться, подлавливать. Подлавливать пацанов. Так сказать, именно вот сейчас на топсе стянутся. А на топ сейчас по-любому должен... Да, вон хук слышно было. Гоу, 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 я помогу. Ой, Сэф не туда бежит. Ужас. Как я сейчас лоханулся. Варды нужны. Как же корабль этот именно ускоряет жестко. Корабль очень жестко ускоряет. Жесть просто. Ладно. Нужны варды. Варды нужны. Нужны варды, чтобы играть. Это не игра. Это не игра, нужны варды. Мы так не сможем выиграть. То он бы поставил, сразу вижу, такой вуф, ночью. Кайф. Надо было попробовать кунку убить. Солрипа. Было бы профитно. Я просто не хочу заморачиваться. Мне нужна мана. Гоу-стик возьмем. Уплотнимся. Продадим щиток. И гоу на низ просто. Давать фарм ЕСу. Давать фарм ЕСу и гоу-гоу-гоу. Вот сюда варды. Я готов, в принципе. Если на меня в пятером нападут, я, в принципе, какое-то время поживу. Но будет очень тяжело. Там по лесу бегают. Я пойду лес. Я обожаю этот лес. Ага, кто-то есть в тот видео по карте. Обожаю этот лес тем, что на нем удобно фармить. Там разносит. Лучше разносит. Будет интересно. Отлично. Я еще и стакну себе сейчас тут. Отлично. Здесь саллик. Монокосты очень жесткие. Ну, там лейтгейминг, конечно. Жесткий. Там хускары. Там... Но у нас акора у нас нету. 0,3 и 1,7 у нас коры. Как бы тяжело. А я тут уже все поздно. Если бы он чуть ближе подошел, я бы подрался. А так. Не вижу смысла. Гоу-гоу, пуджа. Задушим. Ой, фиссура. Ну нет, пожалуйста. Ну, изи фраг этот пудж на самом деле. Просто фиссура. Я тут умру. Я тут умру по-любому. Не хватает немножко. Ой, сэф забрал. Холи щит. Молодец. Молодец. Ну, тут вразмен не уйти, я не знаю, ребят. Тут хоть нужно драться. Нужны монокосты большие. Именно очень сильно зомби страдают. По монокостам аркану сделать на коре? Я не знаю. Ну, придется аркану делать. Придется сделать грифсы. Потому что я не вижу. Я монокосты. У меня просто маны нету постоянно. И это очень сильно чувствуется. Так, ну если это вылетает, то это уже минус интерес. Серьезно. Вылетает минус интерес на самом деле. Жесть, у меня 14 уровень. Ребят, ну, нужна аркана, походу, я не знаю. Потому что тут. Неинтересно будет, ребят. Сейчас чел вылетает, неинтересно будет. О, Настя возвращается. Реконнект. Давай, братиш, реконнектись. Написано, реконнектишь. Все, хорошо. Бей его с руки. Он тебя не убьет. А, армлет есть. Понимаю. А, у меня еще легион, блядь. Легион, блядь. Так, yes. Yes. Ребят, нужно что-то такое, что позволит мне быть плотнее. Плотнее. А именно, можно взять ПТ-шку и на ману ставить ее. Гоу. Начнем с ПТ-шки. БМ потом сделаем. Такие, знаете, ну, это получается уже не кор, а... Фан какой-то. Саксом дик. О, Тракса покинула. Нас это хорошо. Плюс. Плюс. Да, от нее все равно толку нету. Гоу. А вот. Че там у ЕС? Ну, ЕС, а сейчас там даггер по-любому уже будет. Саксом дик. Гоу. Вот так вот. Выйдет тут гагет. Тут и так гагет. Просто радиенции. Оу. Гоу. Гоу, гоу. Гоу, подеремся. А вот Хускар, конечно, это больно. Уф. Уф. Уф, там новую доту пацан хочет. На пудже. Найс меня захилил от Хускара. Понимаю. Гоу. Да посмотрите на пуджа, как хорошо он мувает. Мувает нормально. Серьезно. Серьезно? Лола, я стою и крипа убью. Сор. Я там стою, у меня лол ХП. Крипа убью просто. Оу, там кунка. Надо уходить. С моими ХП только драться-то. Так. Че бы купить? Вард поставил кунка. Че бы купить? Такое? Лотар что ли, лол? Серьезно. Зомби с лотаром. Ух, ух, ух. Но я смогу пуджа тогда. Не знаю, надо пуджа догонять как-то. Ой, давай, тычку, тычку, тычку. Хорош. Хорош, молодец. Не зря подфидел я вот здесь вот. Смотрите, какой... Ах, ты ж засранец. Смотрите, у него просто... Вот че, как его ловить? Как пуджа ловить? Что нужно? Даггер купить? Серьезно, гоу даггер на зомби туда. Окей? Даггер на зомби. Сейчас он еще раз будет прыгать. Он будет прыгать на него. А у меня есть даггер на зомби. Я вам отвечаю. Он будет сейчас атаковать. Он сейчас подхилится чуть-чуть. Да-да-да-да-да-да-да. Братишка, я иду. Так, не блочь меня. Хорошо. Пуш страшный все равно. Немного не хватило. Пуш все равно страшно. Пуш это страшно. Зомби с даггером это, конечно, новая мета, ребят. Все равно мана коста. Смотри, какие темы... Какие у меня. Пуш это достается все равно. А-а-а! Понимаю, понимаю. А вот ЕСа я не ожидал. Молодцы, нормально. Молодцы. Надо кошку выкинуть. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Что за дурь дом? Жесть, у меня какой-то дурдом тут, ребят. У меня реально какой-то тут дурдом. Собака воет. Кошка орет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что мне нужно сделать, чтобы выиграть эту игру? Вард тут стоит. Это уже и так понятно. Вард стоит. Две секунды, я рисуюсь. А ты умер. Хорошо. Боже, ну вард там стоит, там он запарился с этим конченным вардом. Надо вардить, ребят. Чтобы победить, тут надо вардить. Куско надо пойти натянуть. Ой, какой армалейтер. Гоу-гоу-гоу. Боже, как ты за... Просто я не знаю, как мне Пуджау бить на зомбике. Как Пуджау бить на зомбаре? Когда он такой мобильный. А в миде стоял вообще как петушина. Я даже не думал, что он так будет играть. Серьезно. В миде он очень плохо отыграл. Очень слабо, я даже сказал. Так, ну поехали. Надо разбить тут вард. Я знаю, что тут вард стопроцентно стоит. Так, и что собрать? Сию. Сию, зомби, сия. Конечно, это... Зомби, сия. Конечно, это круто. Кого убили? Пуджаа убили. Самолет летит. Я не знаю, у меня какой-то дурдом. Я когда собираюсь писать гайды, у меня всегда в комнате какой-то трэш происходит. Всегда в комнате какой-то трэш. Я не знаю. Самолеты летают, кошки орут, собаки бегают. Гав, 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 гав. Это просто так. 3к есть, можно поесть. Или аганим соберем на плотность. Го аганим соберем. Все же тоже неплохо. 10 силы. 10 силы, это неплохо. Можно уже, кстати, в слабого крипа кидать. Мидас. Именно на золотишку. На золотишку кидать. 3600 есть. Можно молнии собрать. Лучше, когда реснется. Не скоро. Подхилимся. Ехала дальше. Размета таверов. Делаю. ПТ-ху на агилу, чтобы бить быстрее. И ломаем просто. Начальник. Ну я тут умру. Ой, боже. Ну думал фантома убью. Не удалось. 3700. Короче. Молнии. Хускара все же зомбиком овер тяжело. Ну был бы хилл, да, я бы убил его. Но я фантома его зарядил этот хилл. Все, и маны нету. Вот проблема очень сильная в монопулах. Просто оверсильная. Я не знаю. Тут просто оверсильно по монопулам просаживаются. Так-то все хорошо по игре. Но оверсильно монопула. Ну не хватает монопула просто. Не хватает. БМ бы еще собрать. Был бы БМ, вообще пофиг было бы. Надо было БМ собирать. Серьезно. Просто тут БМ все перекрывает. Тут типа пудж. Типа такой пассивный демедж. На хускаре. Блэдмейл надо собрать. Я не знаю. Блэдмейл не собрать. Да, он нам надо быть. Потому что... Ну а блин, я не хочу. Я хочу какие-нибудь слоты сразу заряженные такие. Эх, ну афк стоит парниша. Ну я пойду сейчас драться. Мне плевать. Сейчас 1х5. Гоу. Лего АФК. Да, легион немного АФК простая. Блэдмейл, ребят. Некстом соберем. Я не знаю. То, что тут нужны какие-то такие слоты. Радиенс у ПЛа. Радиенс на ПЛа сейчас я не знаю зачем сыграет. Это ж не актуально. У него иллюзии не живут. Реальные иллюзии не живут. Иллюзии не живут. Зачем он. Этот артефакт. Надо на мид выехать. Но мне бы, блин, Блэдмейл для драки. Волги. Такое. Завардится бы. Он лучше там был. Как будто СМХ играет. Я не знаю прям. Ну, там я знаю, что там варды стоят. Но как бы смысл такой. Что все равно. Как бы он очень сильно как-то это. Бегает. В карте. Напряжно. Сэф, ну. Хорошо. Срадиенс и запилился. О, есть с этой. С сигаретой заряженной. Путш с аганимом. Тоже очень много демаджа будет. Не знаю. Вон хукает. Как хорошо парень. Ох, ес. Дайкер сбил. Тут я жить буду. Я не знаю. Потом бус изи сливает. Все, маны нет. Маны нет, но вы держитесь. Это называется. Все просто. Я все кнопки нажал. Не подрался, маны нет. Не знаю. БМ, БКБ. Что-то такое надо. Потому что тут легион. Что-то не тащит. Да, вот верно. Да, вот верно. Тут пишет парень, что танком должен быть. Ну, тут реально, то есть, я должен нагло идти и танчить, бежать, как дурачок, а не собирать молнии. Но это фан. Фан сборка. Это несерьезная сборка. Это должен ты понимать. Хилево, хилево, хилево. Хороший сэф. Смотрите, что я сэф сделал. Просто перевернулся. Фан сборка. Я хочу это, ребят. Я просто не знаю. Я хочу это. Просто я вам отвечаю. Я хочу собрать лотар и даггер. У меня есть даггер, я хочу лотар. Просто. Что хотите, пишите потом. По рофлу. Соберу лотар еще. Можно будет в сильвер выйти. Хорошо. У меня слота не будет. Хорошо. Прошло уж столько лет. Настоящий волк. Да, на рибера. Понимаю. Лотар, мое время лотара. Ладно, буду суицидиться уже. Печально. Как печально же. Ёпт. Моя позиционка меня подвела сейчас. Ну, не вижу. Ребят, надо завардиться. Я не знаю. Если б я видел, я бы был бы уже уверен, что там, пацаны, то, что есть. Вот тут вард стоял. Надо варды ставить. Продам медас, ребят, чтобы ставить варды. И буду показывать нормальную, красивую игру. Потому что тут мы без вариантов. Так, без вариантов. Так, без вариантов, ребятки. Все, поставили пацаны на место. Так, трак свой третий за макс или хорошо. Хоть чем можем будем играть. SFBKB собрал, демиджа хватает. Там 200 демиджа SF тут катку выиграет. Но фан сборка, видите, ребят, тоже. Мне кажется, с аганимом по-прикольному будет сыро. С аганимом, аганима кторин это поприкольнее, чем такое. Знать и вкора. Вкора это говно. Хорошо. Не хочу медас продавать. Ну серьезно, ну какой дурачок медас продавать будет? Можно его в куру положить. Хорошо, трак свой фармим. Лес, понимающий. Понимающий лес. Есть. Какого сейчас завардим? Сейчас позиционку возьмем нормальную. И подеремся корректно. Потому что я там начал в БМ долбить тоже один раз. В БМ долбит, тарел хорошенько. Завардимся. Леса надо у них завардить. Типа, что это такое? Сюда куру направим. Сразу медас. Переклиним. Хорошо. Вот так вот сделаем. Есть сентричок тут. И поставим. А там и вард, и опс, и сентри стоит. Вот арм. Опс, сентри, гау, сбивай. Что хочешь от меня? Эх ты. На легионе. Кнопку нажать не может. Зато в чатике писать может. Вот это я не понимаю, конечно. Что? В чатике писать может сладенький мой. Боже, как же больно. Все равно. Раскайтери просто. Сосати. Сосати. Хорошо. Волни есть, можно поесть. Башер? Ну, SF, молодец-то. Тут на самом деле SF все же, так сказать, на Core Gaming. Втаскивает, видно, что, ну, бахай просто сурки. Но там даже если головы нету на плечах, там как бы просто изи, он сурки просто валит. Молодец. Хотя бы есть уверенность в таком SF сейчас. Молодцом. Легион дурачок, не понимает, что это фан-игра. Ну, ну, дуэль не может дать, парниша. Что я смогу сделать тут? Если парень дуэлем не попадает. Надо этот, Легион Кей, подсказать ему. Чтобы дуэлька не промахивал, парень. А то дуэлькой сложно попасть. Так, есть у меня. Зайти леса фармить. Так у меня радиенс, я прошелся, собрал фарму. Все, и ушел. В чем проблема? Леса фармить. Вот кто еще фармил? У меня восемь, у него восемьдесят пять, у меня четырнадцать четыре пять. То есть я, как минимум, по фрагам лидирую. А он пишет, что типа, ну, ой, 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 ой. Все, забудьте, забудьте. Ну, дурачок. А пацанин это? Дурачок. Дурачок просто. Все, есть молния, это хорошо. Ну, вот так вот сделаем. Что-то я без маны тпшусь. Можно Линку вообще, в принципе, сделать, как полноценный слот. Линка будет очень сильно заходить на саму. Линка это круто. Линка это круто. Линка это круто. Кого помогу. Эсэфу. Скади будь жирный там. Жесть просто. Пуша там. Пуш там. Ломает эсэфы. Ну, я тут хожу в леса фармы. Просто я не успеваю дойти до них. Слишком далеко эсэф. То есть, как бы я тут не хотел, я не успею туда дойти. Так, он сейчас напишет Дирги затащит Типа зомби затащит Вау, зомби в себе уверен Так, ну реально, тут БКБ сейчас собрать И мне плевать на все будет Сфчик молодец Радует Вот этого пацана изи Там на рипера посадите Мне тут смерть Просто сжирает Но не думал, что тут еще иконка Хорошо Все, гол БКБ Блин, блин, кубы КБ Пуч, молодец, вообще Ну а что, Пуш, Пуш просто сжирает Интересно, что у него по СТ Сколько силы Он меня просто с ульты хавает Ну плюс корабль еще Кнопки нажимают, пацаны А Легион меня очень сильно бесит, ребят Очень сильно бесит Без блэйдмейла На 38-й минуте Причем он играет серьезно Я играю по фану А он играет серьезно Без блэйдмейла То есть это Овер Овер ГГВП Сейчас ССФ рисуется и go Там кнопки тоже очень сильные Там эхо Корабль, корабль Вообще весь дэмэдж снижает Плюс Хускар Пуш чистый урон Он просто прыгает, кушает А не командно Оп-оп, по одному цепляет ГГВП Вот Пуш так апает, апает, апает сил А, гем там Гем юл Но очень сложно будет Молодец, пушь, конечно Пушь, очень хорошо играет То есть, ну, даже, может, нехорошо Но что-то соображает, что нужно делать Как-то По сравнению с Легионом Который даже без БМА Причем он серьезно играет То есть, тут как бы такое Так, ну, ребят, ну тут и One way One way тикет One way тикет Типа билет в один путь Это БКБ 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 И варды, желательно Но тут без вардов будет, поход Теху на силу, поехала Потому что я не переживаю про каст Ждем Мидас и пол БКБ Хорошо Гоу Хорошо Го драку Мы с ССФом сейчас, если пойдем Тут ГГ просто мы размотаем На Пуджа только На Пуджа только Можно не подставиться Кнопки бы закайтить их Корабль Я был подхилен Не могу хилить его Готов Заразано Ну, это пол БКБ Это уже плюсик Сейчас Мидас, в принципе Есть БКБ уже Есть БКБ Хорошо Ну, АСФ оконтрит Есть БКБ Надо Муншардик Муншардик Лотар ПЛ собрал О, прикольно Чпонька Хорошо Хорошо Сейчас будет БКБ Он мне будет просто плевать Обисал бы, ребят Но тут вместо Лотара будет Обисал покупаться Скорее всего Травела Травела Обисал Этот Травела Обисал Кираса Сейчас умрешь Б Умничек мой Сладенький Легиончик Вот так четверочку поставим Главное молния На себя кинуть Пока идем Можно ПТ-шку поставить На Инту Да, капитан Вот, хороший Молодец Умничек Мой умничек Радиенс в принципе Тоже можно будет Пересобрать На фарм Но видите Долгий фарм Файтов особо нету Один файт был тут На топе То есть как бы Дело такое Что файтов особо нету Файтов особо нету Чпоньк 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 Там чисто Зомби Это наркомания Честно, ребят Так собираться Но почему Можно по фану Так сказать На фану Можно Но фану Можно Интересно Агент забрали Сэфа Опять Го Можно идти сейчас Пойти Задушить Я иду Ребятки Иду Лего Запрыгнул Там сейчас Хорошо Го С фанара Зайду Жаль Жаль У меня нету Никакого У меня Такой Знаете У меня Айтем Билд Получается Такое Ну Лоховское На самом деле Просто Получается Смысл Моих Айтемов Это Чисто Драться Просто Ну Когда У кого-то Есть Когда Есть Какой-то Стан Мать Бкб Файерадиенс Даже в драке Еще Выключил Фору Дал Так Сказать Лол Бкб Я не Нажал Четверку Но Сф Тут Молодец Сф Выигрывает Просто Ну Амплификации Много Амплификация Торс Я Я прыгаю Нажимаю Тап У меня Короче Еще На Тап Бкб Стояло Нормально Ну Такое В принципе Есть На что Посмотреть В этой Игре Но Все Слабая Игра Такая Ну Мне Не Очень Понравился Активнее Игра Будет Намного Через Сап Ну В принципе Ребят К чему Герой Относится Просто Тут Не Неудачная Игра Именно На Самом Кор То есть Такое Можно Пойти Внизу Тауэр Баш Гоу Вместо Латара Баш Обисал Сразу Хорошо Сейчас Файт Будет А я Не хочу Без Обисала Ребят Не хочу Без Обисала Вообще Не хочу Браз Короче Окей Боже Смотрите Что Зомби Делает Обисала Не было Ребята Просто Банал Пенетрейшн Был Анал Пенетрейшн Обисала Не было В этом Проблеме Каутра Ребят Успеваем Так Упел Просто Забавно Так Чисто С руки Тык Тык Ну Знаете Оно Необычно Как Обычно Знаете Че У нас Ну Как бы Пока Там Корабль Братан Ну это Мой Фраг Это Мой Это Мой Фраг Забавно Все равно Получается Так Сказаться Ох Нифига Там И Меня Это Зачем 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 барак забавная игра все равно то есть такое своеобразное есть забавно фантом не вывез эту игру ребят это забавно звучит вот такая к . 1 2 пойдет именно сап гейминг тут молодец пудж кого можно ответить пуджа можно отметить принципе сф молодец хорошо сыграл регион отвратительно сыграл не бм и ничего еще и ротор скрывает просто так что вот так ребят молодцы не молодцы сф тут принципе с руки сф поначалу 17 сф бегу а потом что-то как-то пошло пошло и поехал и сфчик у нас сказать приобрел 2 life сейчас мы бкб подождем позже что за видели так был большой текст чайного пиццы это дело ох рож да но такая карточка ребят игра в коре я не знаю но не очень на самом деле мне она понравилась но тут принципе ну было на что посмотреть интересно но мне кажется саппортинге этому персонажу самое место поэтому ребят это фановая сборка именно вот это конкретно фановая сборка не советую вам собирать так персонажа ну если только по фану в реальной игре в нормальной это не прокатит это не нужно ребят запоминать так собираться не нужно поехали next так друзья пошла у нас сап гейминг сап гейминг пойдем на руну берем орба феном соответственно страта d2 орба феном и детей на топе будет морфой не хочу с морф морф стопорик понимаю ребят очень отвратительно урса сапогом не а урса про курсов со вторым стены не хочу тут умирать но тут смерть посмотрите шаман плюс быть шаманом королем всех шаманов а если вот так вот при сессе морф подойдет животное ты куда пошло боже ясно фарма не дам почему не вышел почему ты не вышел на руну мы из и смело там можем драться я строить силу стягиваю и попробую сначала какой у ее ее и смотрите какое нас агрессивно ребят чтобы понимали вот этот 10 слот имеет жесткий какой-то негатив к нации с узбекистана ребят то есть видите вы на никнейм можете смело ему спамить в пм то есть я разрешаю я даже это одобряю в принципе одобряю что можете ему по спамить потому что такой человек который уверен своих словах все думал дурачок тотальный но он это и так понятно что он дурачок 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 так куру нужно урон уж так меня не задрачивает плюс хорошо на грибчик и агрим хорошо хорошо через солари пойдем тут или нет или да у том все же круче там покруче облачим хрипов не даем фармить и вот этому дурачку который ребят правильно игра это когда ты даешь фармить своему кору но тут кор нацисты поэтому ему нет никакого уважения ему просто беспощадное беспощадное наказание ему нет пощады этому дурачку за то что он так себя ведет так но я не хочу танчить хорошо ребят стоим очень пассивно зомби так не стоит зомби должен бычить но я жду тангуса тангусы приходят я начну бычим и линию надо сюда отпушить я зачем-то линию пуши но из-за того что у нас тут соревнования с этим дурачком на морфи ребят который не уважает национальности не уважает национальности чел просто пишет пакости так ну ровно забрал некуда печалька печалька на третьем левеле пытаться убивать 800 area как-никак и соответственно такое сапог уж берем я на самом деле готов подраться хорошо этот парниша наш арбове вином а делать свое дело ну вот эти зомбики только душу блочить пропустите меня обожжешь да но и зайцев его его молодец послушно послушный номер домашний песик это плюс аркана будет некоторые спрошу что такое аркан аркана это такие ботиночки позволяющие восполнять ману вот уж там ганг ушел гангерский путь хорошо ребята обязательно прокачки 1 2 3 обязательно там куда жену на двоечку ну не стоит брать 1 2 3 строго строго 1 2 3 дальше том 1 2 3 3 вот так и идем давай морф работы иди добивай хорош можно еще раз в принципе убить на тут соревноважки ребят обязательно тп-шку нужно иметь тп-шку потому что мы играем саппортинге нам нужно иметь под сейф тп-тп сейф тп-тп это всегда нужна вещь но на сидите манга кауманга нужно детей слить наверху послеваем немного детей если что-то пачку сейчас я хочу очень сильно аркану купить без арканы не вижу смысла очень пассивная либо ребят линия потому что стоим с морфом стояли бы с какой-нибудь мартретка тут просто из катка морф вообще такой персонаж или ему и либо mid lane либо идти в принципе в хэйл ну изи линию да можно то пойти но стреплой стреплой окну комфортнее стоять ну либо со станом гвим но явно не зомбиком потому что очень пассивно стоит очень пассивно очень пассивно шаман так не кликай пожалуйста морф будет стоять пассивно фармить просто вот так сделаем заберем что он кнопки нажмет хорошо пойдет пойдет ман и дам час топ я стюки и сесть и сесть где что-то я по-моему морфа перри фарма по страшному даже не сопротивляется в ласт хите тому в троечку ребят первый айтем наш будет это грифсы соответственно веточка у меня не просто так уйдем в хедрес очко найсап гейминг да забираю фарму кора лица что понимаю там парень ноет на эсэфе на ком-то здорово все с фармом но у меня получше братан безусловно безусловно получше да я строли тебе лучше гол мы его не убьем тут плане того что у него сапогу нет никакого хорошим убиваем надо 5 6 лава опа а вот так вот уже можно сейчас под настакать подтанчить немножко только не змеи только не став змеи вы его тут они ну с морфом но очень пассивно ребят ну то есть это не игра то есть это не игра с морфом очень пассивно очень пассивный чел стоит тоже он вы его просто и все ну и что ну ты просто вы его он нажмет и все больше ничего не даже очень пассивный очень пассивно но не 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 его это него него нет нет они его игра смешно вот этого гризли я сделаю вид что я дурачок у него тос есть хорошо вот это уже мне нравится сделал т.п. на низ в нужное место так сказать у нас тут зомбик зомбик ой зомбик у нас тут теник манах она скоро будет вот с ними я тут и буду играть с ними будет интересно то есть это зомби такой персонаж который должен в начале игры душить по страшному причем две секунды манам будет но кидай в ярко там у нас сейчас свежит хорошо хорошо чтимека омека это уже знаете что вот так вот сделаем еще два обсерва езжа вот с этими ребятами можно играть ребят вот смотрите сразу видно понятно тенику если что даже еще и сейчас манго скормлю можно нужно будет немного тут ладно не буду ласхейт потому что все втроем будем сейчас как дурочки стоять аркана даем тени манку даем тени манку гоу можно вот тут заварбиться и вот тут поставим эморфа перекачку кто делать будет ой ну кайте типа хук профессионально даже без перекачки изи еще надо только надпись подписать там изи так тени братан гоу сюда вместе далее тени заварделись тут можно изи сейчас ладно будем варнить хрен с ним уговорили с теником можно играть тут можно кушать на низу мама не горю тени кнопочки нажмет вертик в попочку примет это чисто на стил работа биратан нет ну чисто жажда стилинга вот это но я тут я намеку на арканы на стиле тут сейчас просто это забавно выглядит ребят можно солари будем качать солари будем тут дикей на 1 и солари пать просто солари пать будем почти есть почти мека этого пацана вообще на 10 и дм 10 а его так связать бы на самом деле все можно раком ставить связать и раком стать понимаю ребят понимаю кинасть дебил я пойду на центр знаю не идти не ушел нам тени нужен ты блин надо короче над знаете что сделать ты пашку и меку иметь и все это вот просто будет плюс мораль мека и т.п. сейчас вот тут до фармит буквально всех вот этих крипов постараться добить надеюсь моя рукожопость я не подведет хорошо отлично мека есть пашка есть все excellent даже кату по ходу добью я не добью пойдет тени давай резче руну иди бери нафиг тебе это открыть крипы эти хорошо вы драться я хочу драться я хочу драться я хочу пиццы него я хочу драться за любой товар просто тут сейчас загрызаться загрызать друг друга за любой товар за любой просто кел любой товар я не попадаю братан тени ну не обессудь отвечаю это просто рофл сейчас манны дам брат главное уважать его потому что он мне столько фарма дает как бы гоу сюда ого вот это пацана даггер сбил эх хорошо подсейвили тиммейта ребят очень сильно зомбики работают все пошел зажигалка зажигалка пошла не зомбики умирают все же не переагриваться в этой карте хорошо вот он и файты тимтим файты ребят тимфайты спасли варки жопку рипы солри по будем закачивать ребяту максимально молодец вверх молодец верочка живет сладенькая каудали смотри что делать негодяй убивает крипов по заказу так сказать аудиозаказом пол хп пол лица все нормально ну солри по щас закачаем просто ой 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 смотрите что делать нету 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 бирата ну у меня кеде все кеде вот я просто все полинкал что у меня все кеде чтобы ну у меня мека тоже была кеде я бы засейвил но там все кеде все кеде не ошибается там до урса просто его сейчас . курса там писюнчик до достает свой такой миша невский такой пиркин и все и до свидания тени и тени такой а почему тени ульты не качать это конечно вопрос ребят никак не не пренебрегайте прокачка ультима это на тени тени ку как-никак во первых это дает плюс урон хороший во вторых дает что во вторых дает момент спит что тоже немаловажно это что посмотрите вертолетик какой-то щедрый вертолете щедрый у меня тут блин до грифсов копейки остались пацан забирать ого ой верочка молодец чик умничка просто просто сладенькая моя ребят грифсы надо но этот писюнчик мне поможет давай вторым сбей хорошо пойдет молодец морф молодец молодец сладенький так ребят есть грифсы это очень хорошая новость по маны дам маны хп дам раз смотрите два все пожалуйста вам как вам фишечки маны хп дать но мека не будет стакаться ребят аркана стакается мека нет гоу варды есть грифсы основной артефакт саппорта грифсы это основной арт саппор галты пашечки все вот такой затар у я подхилю брат я подхилю и переживай даже я подхилю и шо наркоман ты что тут фраги дороже дороже жизни ах ты писюн писюн смотрите что делает на некролайте жадность фрай раз губила видите солари помпа насти левая по чуть жопу подхилить то нечем а хочется стелить хочется хорошую игру интересную зомбик такой герой сейчас я возьмусь я посмотрел на свой респаун и чуть не сказал да ну его все вот это знаете куда ребят тем временем пока сидим напоминаю что на моем канале можно зайти и увидеть много различных красивых игр и гайдов одна только игра на инвокере прошло что стоило с мега крипами выиграли игру просто там ну over жестко тоже ссылку внизу в описании оставлю и соответственно посмотрите обязательно игры топ тб ссылка будет на зомби к обязательно первые ссылки это будут топ тб зомби далее будут будет ссылочка на игры инвокер но и в конце обязательно я вставлю ребята не забывайте что нужно обязательно поставить лайк и подписаться на канал буду всем благодарен за это все дело потому что вы меня этим мотивируете на то чтобы продолжать писать гайды вот эту всю тему дальше понимаете это немаловажно это немаловажно вы меня продвигаете вы помогаете мне и я для вас делаю стараюсь красивый контент какой-то делать ребят то есть мнение в мне не впадлу мне не впадлу делать это мне очень хочется это делать мне очень хочется для вас это делать ребят очень хочется go в пятером к курсу курсу гау ребят поэтому ставьте лайки подписывайтесь на мой канал буду благодарен но просто реально я не знаю то есть это это просто вы можете мне так помогать просто я всех люблю всех уважаю ребят тут ну просто урса дает нам прошу про санар шана дает а угол я я сделаю все ребят я все сделаю я специально залеги чтобы бежать вперед хорошо гау дальше 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 есть а егиз есть а егиз эх ладно я пойду пофиг гау 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 сюда я просто буду как дурачок бежать чтобы на себя забайтить походу нет никого байтить да ребята все отошли я не знаю жалко ребят в общем ну просто хочу выразить благодарны за лайки за подписки за вот эту всю тему ну вот реально я стараюсь для вас то есть мне именно самому это интересно насколько я смогу допустим развиться то есть своем вот этом деле вот ну то есть как бы мне реально интересно чисто сугубо интерес ну если вам нравится вы смотрите вы кайфуете то есть но мне и реально мне то есть интересно становится насколько я смогу развиться то есть в этой сфере то есть я давно раньше хотел этим заниматься в принципе и занимался и вот эту тему все люблю гау гау юлочка у меня есть а ега есть а ега хорошо гау гау ребят не бойтесь смело томбу хилю ой сейчас ультанет ой забыл форму нажать уже откодышилась на на зомби кизы прикидываете кончилось сайт эстрад на кончилось это тяга у того ребята в общем ну просто от души за то что помогаете и отдельное ребятам спасибо которые помогают развиваться именно по девайсам с покупкой всех принадлежности для того чтобы делать комфортно свою можно сказать такую это мини работа хобби чтобы ее делать комфортно и по кайфу ребят то есть но вам респект только отдельная дед мороз обязательно ажин дядя женя ребят всем вам спасибо последнее время тоже нур хорошо поддержат и все остальные донатеры кого не упомянул тоже вам отдельно спасибо вы просто помогаете то есть обустроиться я сейчас хочу купить монитор себе в 2к в 2к разрешение соответственно хочу повысить качество своего как бы ну видео своей картинки то есть не знаю насколько это жестко улучшит то есть я хочу я пока думаю яхо я присматриваюсь то есть 1440 хочу quality поставить но 2к это по моему идет нет или я не помню короче вот 1440 хочу колоти поставить поэтому ребят ну сейчас пока по чуть-почуть по чуть-по насобираю и будет все огонек сделаю постараюсь то что мне самому хочется я взял два одинаковых монитора сейчас нужно будет наверное где-то продать как-то их и то есть я не думал что у меня настолько ну хорошо пойдет что я смогу развиваться дальше то есть я планировал с этими мониторами оставаться но эти мониторы не позволяют поднять качество больше то есть 1440 и не призываю сейчас никого на донаты просто говорю вам про то что есть в планах дальнейшее развитие соответственно запомните фразу все будет но не сразу как это говорится ребят и поехала так сказать всем спасибо все ребят go смотреть дальше катку слишком много времени у вас отнимаю спасибо вам за лайки за подписки души в общем огромное вам спасибо просто даже в стану спасибо просто то есть мне даже мне не сложно извиниться даже если где-то ребят когда-то были какие-то отголоски там всякие вот такие вот типа там ну недопонимание ребят перед всеми извиняюсь потому что ну дело такое что бывает иногда эмоции позволяют как бы ну поступать некрасиво поэтому извиняюсь перед всем ну все в принципе и гайс кауту хандрид лайк сын дайвул стартан экст гейм вот скул вот скул так ребят уплотняемся пайпы пайпы будут сейчас все такое гол ну блин очень пассивненько как-то ребят вроде знаете команда есть а вроде ее и нет вот это я конечно не понимаю просто реально не понимаю потому что ну можем драться голову не сидите леса мп мп хп дам все есть шо шо все на базу то идете я все дам ребят все есть поехали зомби сап это очень круто это много хила это много маны то есть это я не знаю очень универсальная машина по поднятию так сказать боевого духа и огромного стоячка в драке то есть зомби нажимает форму и поехал и так сказать до побачивания противники до побачивания то есть ребят но не стоит об этом забывать что зомби такой персонаж гоу не можно я пожалуйста варты принесу за варжу и и поехала гоу гоу смело 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 килл любого килл любого килл любого дальше ребят ну чего боитесь хорош в р к просто посмотрите что делать задрот какой но в эр кидал хила нормально живет он там сейчас он рим будет а чем можно со стиле говорят солри по можно говорят солри по застилить просто эх оттолкнул всего вот так и живем ребят вот вся игра от зомби сапа ты просто говоришь всей команде ребят латс гоу и ребята латс гоу все то есть но тут гг изи катка изи катка реально зомби сап правильных руках это просто изи катка просто позиционка томбо хилы и солри по вич и это гг ну ломаем просто ребят ломаем тут нечего говорить игра на зомби сапе ребят это все это все кор гейминг скучновато фарм это крип а вот зомби сап это класс это называется солри помстилите все эу за хилем пацана вот там и вот сюда можно смело смело и сделать аганим можно будет но тут не до аганима будет что можно сейчас попробовать вы фарм то есть послать тупо куда магазинчик и попробовать вы формате гоним то есть драк там фаст финиш еще не писали можно аганим сделать и можно быть просто уже по фан то есть как я играл на стриме ах кто вылетел шаманы кикнули гг гг с акторином так сказать сила сосется в два раза жестче но плохо если сейчас просто фаст финиш напишут потому что игра такая хорошая и не хотелось бы пацана подхилим не хотелось бы сейчас просто заканчивать хочется аганим собрать такое аганима ггвп интересно чтобы было хм поливает саткаками у грифсы есть можно поесть ставим просто на хайграунд томбу но даже можно сейчас на ставить тут пифик просто не аганима аганима что такое аганима я ушел пацаны вы тут сами гау я хочу аганим до фармит просто а ровли немножко так продадим орбу как раз о вот и есть же аганим да есть аганим аганим есть можно поесть по 10 силы так сказать афаново а там единственно могут разваливать сейчас они соло уже пацанов соло пацанов но я надеюсь они сейчас нам дадут лещей пацаны наши есть аганим ребят покажу вам сейчас немного приколюх то есть постягиваем силы с вертика можно силу постягивать 3 дикея раз 4 секунды у верта силы нет это классно классно хорошо про мангу возьмем мангу мангу там блич с самурай поехали мангу лично некролайт опять таки ребят не стоит забывать что некролайт очень сильная контра зомбика если через аганим собираешь его ну хочу хочу файтов много ребят несколько таких файтов чтобы силу стягивать это вот знаете тошнотворно зомби бегает силу тянет и такого у него 5 к хп уже как было на стриме я тупо заражен себе аганим и акторин и все и вертолет полетел аганим понимаю то есть это круто это круто так ну что хочу вертика вас память у нас больше силам оп минус 20 сил у пацанов общее оп минус сила жестко очень жестко сила уходит конечно пацанок два дикие минус сила в чем сила брат в аганиме гау 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 let's get the color here опасно силу стянет и пиротан ой я бы счастлив подставился было бы гау га из катка такие дебильные варды поставим тут 600 хп у этого вертика я все тут дикие дам не душе на своем ой ну смотрите души турса ребят халпуйте плюс урса душ а второй диффуз уже мне дает но я силу сосу посмотрите как я силу сосу сосет ману сосет хп просто сколько у меня 105 силы 2 600 хп зомбики смотрите там душат парниша душат 115 силы алло а не работает рапира ребят а почему я же забрал как бы эх уф вот она гоним вот она гоним ребят жалко нет на нтп пашки рапиру не видят что ли рапиру а урса все взял видели я взял то есть рапиру союзника которого только что убили и я не могу ей пользоваться хотя я бы сейчас подрался видите тоже пуш прыгает там подлоу хп дикей 30 силы и просто там 500 хп сразу плюсом ну по кайфу по кайфу мне нравится с аганимом прикольно аганим прикольно аганим то классно урса сколько меня бил ребят сколько я пытался жить сколько пытался жить бй хм бл бф б б б все получится главное верить так я готов то к ним не пристаю и от того они не жалят варды есть можно поесть хорошо зомби сапгайд идет ребят так есть пайп патча грызаются ставим тонну не хочу потом мы будем решить ой потом под колодцем сису все силы сня три дике так ну не надо вот это серьезно две силы некор две силы некор был вот такая ребят катка на зомби сапе ребят очень профитно вот это именно сборка это просто кайф всем советую собираться именно так и играть именно так ребят не забывайте что на моем канале выходит очень много гайдов и поэтому каждый кто у нас заходит на мой канал обязательно должен подписаться и смотреть эти гайды потому что очень много нового можете узнать и соответственно реально хорошо проводить время на моих стримах которые делаю лично я лично я ксеназис аркадий мне 25 лет я делаю для вас вот это все чтобы вам было комфортно общение игры high skill реально high skill да можно сказать что high skill и принципе все ребята не подписан подписывайтесь обязательно буду рад видеть новых ребят у себя на трансляциях и просто в комментариях ребята обязательно оставляйте комментарий какой геймплей вам понравился больше и соответственно меня все ребят спасибо вам большое за вашу поддержку удачи счастья любви с вами был азиас и давайте до скорого